всем привет сегодня начинаем второй урок где расскажу как скачать о изообраз линукса как его проверить и как записать на флешку значит для я отношусь я имею ввиду что это относится к пользователям которые в данный момент находится на винде что им для этого нужно значит на винде как видите файлик через три прекрасно работает вот во втором уроке будут значит в этом ссылочки можете скачать вот пошли по порядку первое значит я сейчас другие вкладки закрою вот посмотрите сразу попадаем на сайт linux mint но это наиболее сказать распространенная скажем операционная такая система есть еще даму бунту debian и масса всяких линуксов но наиболее часто люди любят ставить linux mint вот если мы пойдем в раздел загрузок пробежимся вниз вот мы увидим значит что они предлагают рабочие столы ценам он мэйт x-face и кеды любой из них вот допустим решили вы вот на 64 битную пойти ради бога теперь дальше хорошо значит здесь можно скачать и по торренту а можно скачать мы просто через броузер своими средствами самый лучший вариант я считаю вот такой посмотрите вот есть вот такая вот бесплатная программка называется на free download но переводится как бесплатный загрузчик вот на эту зеленую кнопочку нажимаете ставить эту программу и все у вас как говорится будет нормально и посмотрите сюда вот у меня он уже установлен видите значит ну на английском языке посмотреть вот язык вот я выбираю русский и без всякой перезагрузки безо всего у меня менюшечка оказывается на русском языке теперь пошли дальше значит чем хороша эта программа она позволяет закачивать файлы больших размеров и одновременно она позволяет закачивать торренты а вот теперь давайте посмотрим как это будет происходить вот допустим я взял хочу значит скачать торрент файл копирую допустим адрес ссылки перехожу сюда добавить сохранить значит где в загрузках ну в принципе да только почему-то здесь вот хитро пишет а в корне нет я хочу поискать рабочий стол так 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 этот компьютер вот в загрузках вот здесь не от корня а где стоит на пользователя пользователь загрузки вот здесь вот ну и нажимаю окей назначит ну тут спрашивает разрешить или нет разрешить доступ что дальше у меня уже вот окошечко это но я просто больше не спрашивай не показывает мне это окошечко больше не хочу и мне так все видно ну вот и он начинает закачивать торрент вот пожалуйста скорость идет насколько значит там время осталось 26 минут сколько закачано вся информация вас под глазами все поэтому значит вот чем хороши загрузчики если по каким-то причинам у вас что-то случится там с электросетью и компьютер допустим прервет свою работу то когда восстановите там электричество и так далее зайдете в эту программу нажмете и она вам начнет скачивать именно с того момента когда значит произошел обрыв вот чем она и хороша понимаете как то есть она скачивает файлы большие очень маленькими порциями и каждый раз мне этом устроена там программа проверки которая проверяет на целостность как только где-то что-то нарушена значит закачка прекращается а когда вы снова запускаете эту программу ведет значит закачивание именно снег самого последнего неповрежденного значит сектора скажем так вот таким образом поэтому значит я могу вам порекомендовать программа абсолютно бесплатная она для винды но качает она одновременно и торренты и просто файлы больших размеров то есть вот я сейчас скачал торрент а могли взять и с яндекса допустим вот качнуть то же самое получилось бы пошли дальше что еще полезного значит на винде значит две программы значит которыми я обычно пользуюсь это значит руфус и юми для записи изообразов значит на флешку значит при помощи программы рмпреп usb я значит на скидку мы проверяем изообразы скаченные и также проверяю значит записанные флешки без перезагрузки компьютера ну и виртуальная коробочка которая позволяет сделать полную проверку вот это список программ который вам на винде нужен 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 будет чтобы вы могли говорится полноценно на скачать нормально файл значит проверить его и записать вот или руфусом или юмиком значит на флешку вот и тут же вот этой программкой еще можете и проверить как она будет работать на на флешке без перезагрузки вот изообраз также можно полноценно проверить на виртуальной коробочке ну про контрольную сумму я не говорю значит контрольную сумму всегда значит можно проверить значит вот у них вот такое есть объявление не забудьте верифицировать ваш изообразие значит много давайте посмотрим на как все это дело выглядит значит вот программа руфус и сейчас я еще включу юмик нажмем программку рмпреп и нажмем на виртуальную коробочку вот пусть они тут пока окошечки эти подгружаются эти значит я два уже могу просто закрыть вот посмотрите в поисковой строке броузера можете такое словечко набрать руфус пролистаете вниз и вот тут написано словечко download загрузка вот качайте вот эту вот не портативную ничего вот закачать вот эту вот версию 217 на сегодняшний день самая последняя у юмика значит программа юми значит вот у нее последняя версия на сегодняшний момент 2.49 2.0.49 есть еще у них программа не сделали для уефи об этой версии но пока она в стадии тестирования то же самое значит в поисковой строке любого броузера броузера завести вот это вот словечко можно ну а если как говорится у вас программа вишенка установлена и файлик мой как говорится есть то просто вот кликайте необходимые ссылочки вам и попадаете сразу как говорится прямиком туда куда как говорится вам и хотелось попасть вот значит вот чудная программа мало кто о ней знает вот ссылочку на нее даю прямо через вишенку здесь надо тоже пролистать немножко вниз значит и вот нажать вот на эту вот красавицу и скачать значит ее можно значит скачать сентябрьскую майская версия сама последняя вот качать ее нажимаете на на загрузить и пойдет вам погреться эта самая загрузка сразу нас просит он куда сохранить вот в этом можете выбрать загрузки и и иначе там нажмете там сохранить и пускай все сохраняет но естественно значит и виртуальная коробочка значит если вы находитесь на linux и вот для винды вот так вот нажали и качаете но у меня вот 5128 она уже закачена я уж поэтому искать ее не буду скачивать и к ней же скачивается вот этот пакет с расширениями он тоже меня уже скачем а вы на себе его сохраняете вот это самые такие вот программы которые значит если вы находитесь на windows а хотите значит посмотреть что такое linux да и вообще там многие другие операционные системы которые я могу порекомендовать но давайте пойдем значит дальше как значит все это дело выглядит я просто-напросто на примере расскажу и покажу итак загрузка файлика закончилась вот что мы можем сделать значит открыть папку откроем папочку где файлик находится вот линук сменцы нам он вот я сейчас для простоты как говорится возьму его вырежу и помещу на рабочий стол так вот сюда так файлик с видео уроком я уберу вот таким вот образом значит теперь также мы будем все это дело проверять вот посмотрите значит я вам программу уже показал значит можно проверить на при помощи программы и виртуальной коробочки ну вот давайте сначала пойдем обычным скажем традиционным путем значит вот виртуальная коробочка значит ну что создадим значит тут напишем тест а тут напишем что это linux пошли дальше ничего тут сильно менять там не хочу видите просто беру и тупо как говорится совсем соглашаюсь а вот уже в настройках сеттингах здесь немножечко немножко под настроем под себя ну первая система у меня четыре процессора значит на это дело я два процессора отдам дальше ставлю на 80 процентов дисплей делаю где-то вот тоже вот так вот на сторич ну вот укажем путь к файлику который мы будем проверять вот рабочий стол вот файлик открыть окей ну и вперед с песней давайте посмотрим что у нас тут будет ну наступает автоматическая загрузка можем и подождать правильно и этот образ уже может быть записан на флешку вот практически для меня этого вполне хватает значит ну нажимаем здесь на выход больше ничего не хочу особенно закрою сейчас коробочку на теперь есть еще такая вот чудненькая программка rm prep так вот у него значит есть парочка интересных вариантов первое вот файл открыть и за используя эмулятор вот или комбинация клавиш control f11 вот я иду на рабочий стол вот этот файлик открыть тут она предлагает там все свои самые разные там варианты ну и практически видите то же самое то есть это скажем микро виртуальная коробочка то есть при помощи этой программы тоже можно значит это сама проверять файлы частенько на пишет что вот у вас выявлено значит только и 686 там ли это поля ничего подобного грузится грузится но этой программы еще еще и другой есть достоинство хорошая мы о нем поговорим а сейчас вот возьмем на самый простой пример вот есть поставлю флешку вот у меня есть флешка на 4 гигабайта сейчас мы посмотрим появилась она у нас тут но появилась да вот самый простой пример значит программку допустим руфус можно было скачать так и программу юми но у меня есть старой версии есть вот одна из самых последних новая ну давайте новая закинем значит соглашаемся показать что там она видит и нам в принципе вот это нужно вот этот гигабайтная флешечка вот сюда мы и будем записывать здесь укажем что отформатировал все это дело укажем linux mint показывать все изо коробочка так рабочий стол вот я тут не буду делать ей кладовочку чтобы как говорится времени затягивать для нас просто важно посмотреть вот как при помощи программы юми значит пишется на флешку значит вот этот изообраз я сейчас пока прервусь когда запись закончится значит я одну продолжу итак программа изообраз был записан на флешку дальше ничего записывать не буду нажимаю финиш и вот теперь посмотрите опять таки включая я программку вот ее второе качество во первых она определила флешку вот пишет что флешка на 3 7 гигабайт как она там торговая марка какая у нее так далее вот нажимаем тест юзинг куем ее куем ее значит по-русски значит в режиме эмуляция работает она и сейчас без перезагрузки компьютера практически вот я вижу такая вот менюшка у меня будет видно вот заходим в менюшку и нажимаем выбираем линукс минт 18.2 и нажимаем enter я обычно долго там не жду потому что ну эта программа она позволяет скажем так определить на вскидку а дальше уже просто я вижу что ну во первых на флешку записалась вот такая вот на флешке будет менюшка в принципе для меня этого достаточно я уже теперь могу спокойно перезагружаться и пробовать загрузиться с флешки на свою задачу улица программа ромпреп значит выполнила я считаю что на 5 баллов то есть она и изо образа позволяет проверять и мы про позволяет проверять то что записано на флешку теперь давайте посмотрим вот есть еще программка я сейчас только что скачал самую свежую приглашаемся вот смотрите значит ну подключим образ тут значит вот рабочего стола далеко ходить не нужно я выбираю во первых вот по умолчанию установлено быстрое форматирование тут голова не боли посмотрите всегда внимательно сюда если у вас установлен bios на компьютере или там есть режим уефе значит выбирайте вот это есть еще на мбр для компьютеров с уефе то есть где только стоит уефе где биоса нет и вот этот вариант на компьютерах это вот обычно на современных на которых вообще нету биоса и диск отформатирована не в мс-дос в gpt формате поэтому вот с этими вот вещами вам надо будет как говорится внимательно познать посмотреть что же на вашем компьютере там у вас есть или bios или gpt вот но я пока выбираю вот самый простой как говорится вариант белоса да с уефе или уефе и нажимаю на старт значит ну сообщение значит что там со все сотрет да ради бога пускай а я тем временем покажу значит ну вот у меня значит есть такая вот штучка называется она кронис диск директор по нему удовольствие тоже прилично можно посмотреть что же у вас какая таблица разделов мс-доса или gpt ну вот смотрите везде идет мбр 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 значит практически значит ну здесь таблица разделов мс-дос биос мбр значит если было бы gpt значит таблица разделов то есть стояла бы gpt 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 единственным недостатком ее является то что она не видит разделы линуксовские которые форматированы формате extension 4 она их не воспринимает и пишет не отформатирован вот и все ну с этим как говорится мириться можно для целей windows мне ее как говорится вполне хватает ну и еще и семейство акронис есть хорошая программка акронис 3 мечет программа позволяет мне создавать резервные копии значит винды на другом разделе жесткого диска и там если у меня что-то нужно будет восстановиться я всегда при помощи программы значит акронис 3 меча всегда могу восстановиться вот ну а тем временем показать что заканчивается уже запись программой руфус и потом опять таки ее проверим на рмп шки значит вот вроде бы такая вот неказистая программка она очень быстро хорошо позволяет скажем так на скидку поделиться ну по крайней мере уж на флешка будет там у ними менюшка или нет если нет так там и сообщение то вы видите что там чуть не получилось и так далее ну вот а уж если менюшка появляется то как правило в большинстве случаев эта флешка она будет загружаться для тех кто не знает как значит стартовать с флешки значит на трубе на youtube я рекомендую посмотреть вам массу видеороликов так она берете в поисковой строке допустим любого там видеоролика вот прямо здесь вот наберете допустим что такое bios посмотрите ролики что такое уефе как стартовать допустим с флешки значит очень много сделано видеороликов и поэтому значит ну я тут уже не буду как говорится распыляться по древу посмотрите узнаете там что как к чему на дело это несложное а вот самое главное то что вот откуда скачать чем скачать чем проверить чем записать вот я вам здесь как говорится вкратце все показал рассказал вот стоячка есть готов закрываем открываем рмп смотрим все то же самое нажимаем на тестирование смотрим там что здесь у нас там будет получаться но видите система грузится поэтому тут уже как говорится дальнейшие комментарии как говорится уже излишне то есть я всегда на скидку вот таким вот образом все это дело себе перепроверяю на программе рмп я там не жду когда там она полностью загрузится ну что это только мне на скидку самое главное показывает начальный этап загрузки ну для меня этого достаточно вот вот таким вот образом поэтому для начинающего вот место откуда можно скачать вот чем можно каким загрузчиком скачать бесплатным значит чем проверить рмпшкой и виртуальной коробочкой и две программы для записи у кого-то есть другие программы для записи можете их использовать если у вас уже навык отработан и все нормально я показываю те программы которыми пользуюсь лично я вот таким вот образом у меня она работает все и работает довольно таки прилично могу поэтому вам рекомендовать поэтому и рекомендую а ну ладно значит второй урок посвященный о том значит тому откуда скачать чем скачать как проверить чем записать а значит я считаю законченным и желаю вам всяческих успехов и удач вот постепенно шагом за шагом идите смотрите на эти видео и уже через определенное количество уроков уже будете себя чувствовать гораздо более уверенными в освоении линукса так что до новых встреч желаю вам всего доброго и всяческих успехов